Прокатиться на боевой машине Роме повезло. Шар с заветной мечтой ребенка снял с елки губернатор Александр Авдеев. И вот он в том году написал, в том году у него желание не исполнилось, и он решил написать в этом году. И вот у него было такое желание побыть в роли танкиста. Он, конечно, очень счастлив, очень долго ждал, чтобы его желание исполнили. За исполнением новогодней мечты Рому пригласили в окружной учебный центр в Ковровском районе. Здесь мальчику показали, как устроен танк Т-72Б3. Какие приборы находятся внутри боевой машины и как работает механик-водитель. Командир танка рассказал о его возможностях. Танк Т-72Б3 предназначен для уничтожения бронированной силы противника, а также личного состава противника. Соответственно, боевая масса танка 45 тонн. И, наконец, долгожданный момент. Экипаж занял свои места. Рома может почувствовать себя настоящим танкистом. Боевая машина Т-72Б3 развивает скорость до 70 км в час. С легкостью едет по пересеченной местности, преодолевает водные преграды. А при наличии специального оборудования еще и минно-взрывные заграждения. Очень здоровский. Всегда об этом мечтал. Честное слово. Хотел еще пострелять без танков, но как-то в следующий раз. Кроме того, Рома вместе с другими гостями принял участие в празднике, посвященном 82-й годовщине воинского подразделения. Там зрителям продемонстрировали реконструкцию современного боя по опыту СВО. Военнослужащие успешно отразили атаку противника. Показали навыки владения стрелковым оружием, приемы борьбы с дронами, рукопашного боя и оказание первой медицинской помощи. Задача – это показать привлеченной молодежи, юноармейцев, авангарду, что российские войска – сильная армия, способна выполнять любые задачи, поставленные перед личным составом. Также для зрителей развернули выставку военной техники. Там представили различные виды стрелкового оружия и современные беспилотники. ФИПВ-дрон используется оператором вместе с операторами, которые летают на обычных дронах. Производится разведка, далее оператор поднимает дрон, к нему прикрепляется боеприпас снизу для поражения техники или группы пехоты противника. Направляется в одну сторону, то есть обратно он не возвращается. Цена у него приблизительно 25 тысяч, поражает технику на миллион. В этом году за время акции «Елка-желание» губернатор Александр Авдеев исполнил мечты уже четырех детей. Благотворительная акция будет продолжена. Всего глава Владимирской области снял с елки восемь шаров с детскими желаниями. Татьяна Гордеева и Артем Михалюта.